Актуальное Евангелие 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 Но не всякий человек способен вынести это слово. Очень часто самого человека мучает совесть о собственной неправде. И любое слово со стороны другого человека воспринимается им как раскаленные стрелы, как то, что начинает мучить его. Человек начинает закрываться, запираться просто потому, что ему больно, а не потому, что он согласен с грехом. И вот удивительно, что именно Господь Христос показывает нам, например, вот такого бережного отношения к человеческой душе. У него цель ни во что бы ни стало донести какую-то идею до человека, а привести человека к спасению, очистить его от греха. И дальше она бежит в селение и говорит, вот он все обо мне рассказал. Идите, слушайте, а что он о ней рассказал? То, что она грешница. Поэтому вот это воздействие, да, которое было на ее душу, оно как бы помимо слов. Оно в самом отношении, оно в этих словах «правду ты сказала», да, но оно идет как бы, оно идет помимо этих слов. Мне кажется, в этом принципиальная разница между проповедью любви, которую дает Христос, и тем, что сегодня мы чаще всего называем религиозной пропагандой. Речь идет о том, какими средствами мы пользуемся, чтобы привести человека в себя. Что в нашем к нему отношении? Досада? Желание, скажем так, возвысить на человека? Или действительно мы искренне желаем человеку спасения? Вы знаете, здесь хороший вопрос, как делать замечание человеку, рядом с тобой находящемуся, если ты видишь, что он поступает неправильно. Я однажды услышала такой совет. Если внутри тебя в этот момент бушует негодование, злость, если у тебя желание выставить этого человека полным идиотом в глазах окружающих, отойди-ка ты подальше и не трогай, не вмешивайся вообще в эту ситуацию. Если внутри тебя есть сопереживание этому человеку и чувство любви, которое тебя подталкивает к тому, чтобы подойти и сказать ему какое-то ласковое слово, которое, может быть, подействует на него таким образом, что он изменит свое отношение к той ситуации, которая вызывает такую бурю протеста в глазах окружающих, ты тогда можешь действовать. То есть чем ты руководствуешься? Желанием обличить или любовью? Я могу рассказать один случай, который нам, молодым священникам, рассказывал очень умудренный пастырским опытом пожилой священник. К нему вечером пришел человек в пьяном состоянии, в пьяном и возбужденном, и сказал, причастите меня, а если вы этого не сделаете, то я брошусь под поезд. И священник почувствовал в его словах полную решимость этого нетрезвого человека совершить вот в каком-то, наверное, состоянии горя вот такой поступок. И он про себя думает. Нельзя причать пьяного человека, с одной стороны. С другой стороны, если сейчас я ему откажу, он может действительно совершить что-то над собой. Что делать? И тут он ему сказал следующую фразу. Хорошо, я вас причащу, но надо будет подготовиться. А он говорит, а что надо делать? Вот приходи завтра утром, я тебя поисповедую и причащу. Этот человек кротко согласился, да, действительно, он пришел на свящее утро, покаялся и причастился. То есть если бы он ему сразу сказал, нет, что ты, разве можно в таком состоянии, как ты мог вообще в храм прийти в таком виде? Что бы после этого было? Вот мне кажется, даже здесь какое-то видно единство опыта, да, как вот как Господь, как Евангелие учит, да, и как христиане в разное время этот опыт воспринимают и перенимают. Спасибо вам за разговор, есть о чем подумать. Протерей Андрей Рахновский, преподаватель Московской Духовной Академии, комментировал для нас актуальное Евангелие.